ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, чёрт, как больно! Это просто невозможно! А-а-а! Чёрт! Ребята, мы нашли Мона! Кто спрятан под маской Мона? Всем привет, ребята! С вами снова я, Королева Мисики! А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всём русскоязычном ютубе, друзья! Перед началом обязательно три ваших самых топовых комментарии, которые попали ко мне в видео! Ловите! Раз, два, три! Друзья, сегодня будет очень страшное видео! Знаете почему? Потому что сегодня мы закажем одного из маленьких кошмариков! Кто это будет, вы узнаете прямо сейчас! Итак, друзья, прямо сейчас мы находимся с вами на сайте Даркнет! И здесь нам предлагают трёх персонажей из маленьких кошмаров 2, друзья! Насколько я знаю, это учительница, это Моно, а кто это, я не знаю, друзья! Если вы знаете, как зовут вот этого первого персонажа прямо сейчас, напишите ниже в комментариях, друзья! И я обязательно поставлю лайк! Учительница тоже очень страшная, и не хотелось бы её заказывать к себе домой с сайта Даркнет! Давайте попробуем заказать Моно, хоть он и стоит дороже всех их вместе взятых! Посмотрите, этот стоит 500 долларов, учительница 450 долларов, а Моно 600 долларов! Ну, понятно, потому что он один из главных героев, который помогает шестой пройти этот бледный-бледный мир и дойти до сигнальной башни! Это очень сложно, друзья! Но мы сегодня закажем Моно с сайта Даркнет к себе домой, посмотрим, что же у нас выйдет! Друзья, прямо сейчас жму кнопку 600 долларов! И спасибо за покупку! Здорово, друзья! Я не знаю, от чего нам ожидать, придет ли Моно ко мне домой! Слышали? Или произойдет что-то... Да, кто-то позвонил в дверь! Черт! Кто это? Слушайте, друзья, мне кажется, этот чувак похож... Слушай, это слепой уборщик? На слепого уборщика! Но это не слепой уборщик! Не знаю, как он здесь появился... Слушай, эсэмэска пришла... Так, ладно, прочесть... Из Даркнета! Друзья, это эсэмэска из Даркнета! Ты должна пройти... Испытание... Мистический квест... Будет четыре уровня! За каждую ошибку ты будешь отвечать болью! В смысле болью? Офигеть! Если ты проиграешь... То Мона останется у тебя навсегда! И другие маленькие кошмарики! И ты проиграешь и не сможешь добраться до сигналью пашки! И вот черт, ребята! Слушайте, походу нам придется сейчас проходить мистический квест от маленьких кошмариков, друзья! Слышите? Блин, ребят, мне страшно, реально! Походу квест начался! Черт, я боюсь, что значит, что если я правильно отвечу, какая-то боль! Ладно, вы слышите этот звук? Этот звук исходит оттуда! Это такое... Просто послушайте его! Слышите? Ладно, друзья, давайте заходить! Эй! Здесь кто-нибудь есть? О, черт, Тим, смотри! Черт, это первое задание! Первое квест-задание, друзья! Ладно, нужно ответить на вопрос. Он должен быть легким. Что можно увидеть с закрытыми глазами? Ночь? Тень? Кровь? Сны? Давайте быстро размышлять, друзья! Главное, ответить правильно на этот вопрос! Что можно увидеть с закрытыми глазами? Ночь! В принципе, когда мы закрываем глаза, то наступает ночь! Ребят, я отвечаю, ночь! Ааа, черт! Аа, что это было? Аа, черт, как больно, Тим! Ты неправильно ответила! Черт, почему? Покажи, покажи, что с рукой! Ааа, черт, посмотри! Черт, они сделали это со мной! Ой, черт, как больно! Ребята, это нереальный бой! Как можно это терпеть? Я теперь просто боюсь дальше продолжать этот тест! Нужно узнать, а какой на самом деле был правильный ответ! Может быть, они меня обманывают! Почему ночь должна быть правильным ответом? Черт, какой же был правильный ответ! В смысле? Друзья, кто это сделал? Друзья, здесь реально кто-то поставил галочку над правильным ответом! Это сны! Что можно увидеть с закрытыми глазами? Друзья, ночь-то ее... Как увидеть? Мы увидим сны! Господи, я поторопилась! Черт, отправляемся в следующую комнату! Слышишь? Теперь нам сюда! Я уже даже боюсь проходить это задание! Вот оно! Черт! Можно ли с помощью сети ловить воду? Господи, черт, друзья! Какое сложное задание! Можно ли с помощью сети ловить воду? Да, нет! Только замерзшую, только холодную! Давайте рассуждать! Сеть, она дырявая! Поймать воду можно? Да! Но только замерзшую! Мой ответ! Только замерзшую воду! Черт, ребята! Я не чувствую боли! Видимо, этот ответ правильный! Черт! Нужно идти в следующую! Что это было, Дим? Кто-то закрыл дверь изнутри! Черт! Здесь кто-то есть? Мона, это ты? Мона, ты здесь? Смотри! Кто-то отмечает правильные ответы! Только замерзшую воду можно поймать в сети! Это логично! И хорошо, что мы правильно ответили! Потому что эта боль, которую причиняет заня выполнение этих заданий, она просто нетерпимая, друзья! Мона! Слушай, ну сколько комнат осталось? Мона, это ты? Четыре комнаты! Осталось две комнаты, две пройдено! Эй! Мона, ты здесь? Вот черт, Дим! Я нашла следующее задание! И, походу, эта кукла буду на слепого уборщика! Бери, возьми листочек, он что-то написал! Что можно взять в левую руку, но нельзя в правую? Что можно взять в левую руку? Ладно, давай сберемся! Левая рука! Так, левый локоть! Что можно взять? Левый локоть, что можно взять в левую руку, но нельзя в правую? Локоть правой руки я могу взять? Что можно взять? Коленку правой ноги могу взять? Копчик могу взять? Что можно? Слушайте, это какая-то загадка с подводкой, потому что левой рукой нельзя! Слушайте, видимо, это загадка от обратного, что нельзя взять в левую руку! Они хотели меня обмануть, но я отвечаю, что нельзя взять левый локоть в левую руку! Это просто невозможно! Ааа! Черт! Что произошло? Черт! Видимо, я была не права! Посмотри, господи, они отметили какие-то кресты на мне! Черт! Как же это больно! Черт! Просто жесть! Это нестерпимо, друзья! Теперь на мне уже три шрама за неправильно отвеченные вопросы! Но почему сразу две? Почему сразу две боли? Черт, ладно! Видимо, нам нужно выйти без этого, мы не узнаем, какой будет правильный ответ! Черт, Мона! Почему я неправильно ответила? Все остальные ответы были... Все остальные... Мне же не говорили выбирать только один ответ, все остальные ответы были правильные и один неправильный! Черт, как я сразу не догадалась! Как больно получать эти... Эти царапины, эти ожоги! Мона! Ответ готов! Блин, мне уже самой интересно, какой должен быть ответ! Локоть правой руки, друзья! Мы ответили левый локоть, вернее, я ответила! Я опять ошиблась и у меня остался лишь еще один... Один метод для того, чтобы попасть... Да, и найти Мона! Друзья, это просто жесть! Здесь у нас осталась еще одна комната! Мона, ты здесь? Мона, пожалуйста! Черт! Ребята, мы нашли Мона! Черт, сколько тут денег! Ребята, вы видите, сколько тут денег? Мона, ты живой? Мона, ответь! Ребята, это реально Мона, но почему-то он в плаще шестое! Может быть, это маска? Я так понимаю, друзья, что нам нужно ответить на последний вопрос! И тогда мы сможем забрать все эти деньги! Будут нашими, друзья! Пожалуйста, давайте держать кулачки, чтобы мы ответили правильно! Читая вопрос! Можно, Мона? Сколько фруктов можно съесть натощак? Один! Ноль! Два! Или три! Дим, как ты думаешь? Вообще нельзя съесть фруктов! Сколько фруктов можно съесть? Может быть, фрукты нельзя есть натощак? Подождите! А если так? Если ты уже съел один фрукт, то следующий уже считается, что не натощак! Ведь ты поел! Слушай, точно! Один, если я съем, я уже насытился! Да! И следующий фрукт, это уже будет не натощак! Еще раз, чтобы не ошибиться! Сколько фруктов можно съесть натощак? Один! Ребята, это реально один! Короче, мой ответ один фрукт! Ничего не происходит! Более нет! Походу, все эти деньги мои! Черт! Я выиграла! Спасибо, Мона! Черт! Блин, реально, давай посмотрим, кто спрятан под маской Мона! Черт! Я так и знала, что это шестая! Ребята, это шестая! И эту маску даже я могу примерить! Вот, черт! Ребята, Анна, пора заканчивать! С вами была я, королева мистики! До новых видео совсем скоро! Всем пока! Пока!